Всем привет! С вами Руслан Захаркин и, как и обещал, я хочу поделиться с вами ответами на 10 самых популярных вопросов о том, как издать книгу в современной России. Я надеюсь, вам понравится это видео, потому что оно снято исключительно по вашим запросам. Итак, первый и самый популярный вопрос. Зачем ты решил написать свою книгу? Да все просто. По приколу. Ладно, шучу. На самом деле, я еще 17 лет хотел написать свою книгу с благой целью. Я хотел оставить что-то после себя, какое-то наследие, потому что это единственный способ остаться после того, как тебя уже здесь не будет, когда Святой Дух на тебя снизойдет. Что ты оставишь после себя? Говно? То, что ты все потреблял? Или что ты созидал? Именно поэтому я и решил написать свою книгу. Также я надеюсь, что она будет нужна для людей, для моих подписчиков, и они смогут подзаработать на этом пособии. О чем книга? Ну, вскользь я уже сказал. Святой Дух – это способ заработка, дополнительного заработка. Я не говорю, что вы станете миллионерами, наебщиков и так хватает. Вы сможете сделать дополнительный доход на своем инстаграме, либо ютуб-канале, либо на другой социальной сети. Но с акцентом я писал, конечно же, на инстаграм, поэтому имейте это в виду. За один рекламный пост вы сможете отбить эти копейки, 149 рублей, за которые вы купите мою книгу. Я не буду раскрывать книгу полностью, иначе мне нечего будет продавать, но там собраны именно практические советы, которым я шел ровно год. Методом пропа ошибок, методом недоразумений, но в то же время я смог сделать свой первый рекламный пост за 1000 рублей. Не так важна сумма. Важно то, что вы перестаете что-то делать бесплатно. Если вы умеете это делать хорошо, качественно и от вас есть хороший приход. Как издать книгу молодому автору? Вопрос крайне актуальный, потому что я сам молодой автор. Здесь два выхода. Либо вы издаетесь за свой счет, либо за счет издательства. Но за счет издательства практически нереально. Чтобы издаться за счет издательства, издательству должна понравиться ваша книга. Вот, например, я сейчас жду ответ от одного московского издательства, очень крупного, которое работает еще с 90-х годов 20-го века. Если они одобрят мой материал, то моя книга «Как монетизировать блог» может выйти тиражом в 2000 экземпляров, это минимум, и разойтись по ряду книжных магазинов Москвы. Согласитесь, 2000 экземпляров вполне неплохо для молодого и практически никому неизвестного автора. Может быть, блогер-то я и востребованный, что соответствует действительности. Но как автор я нонейм, и я признаю это. Давать адекватную оценку, особенно себе, это очень важно. Хороший вопрос. Через кого издаваться, если совсем нет денег? Если совсем нет денег, то можно идти и спать дальше. Ладно, шучу. Есть замечательный сайт. Литрес сам издат. Если нет ни копейки денег, вы можете сделать свою книгу в формате Word, даже не тратиться на верстку, чтобы вам какой-то специалист это все делал. Просто придумайте какую-то обложку, там даже конструктор обложек есть, и загружайте свою книгу. Самое главное, соблюдайте требования загрузки. И все. И вы можете выбрать один из трех типов лицензий. Бесплатно. То есть вы размещаете свою книгу бесплатно, и она везде. Не исключительная лицензия. Это базовый тариф. Размер royalty вашего вознаграждения 25% с каждой проданной книги. Лицензия не исключительная. Вы можете еще кому-то передать права на издание вашей книги. Вот как поступил я. У меня именно базовый тариф. Есть тариф, кажется, премиум. 35% royalty, но тогда лицензия исключительная. И распространять имеют право только Литрес. И в этом случае вы можете заказать тираж непосредственно на самой издате. И не забудьте. 16 экземпляров печатного тиража в соответствии с действующим законодательством отправляется в Российскую книжную палату. Вам присваивается ESPN-код, все выходные данные, и книга официально все красиво, все замечательно. Как же оформить книгу для печати? Вопрос замечательный. На самом деле готовьте бабки. Если вы не умеете делать верстку, не умеете делать обложки, нет навыков работы с фотошопом, то тогда лучше всего нанять дизайнера, верстальщика и филолога. Если у вас есть проблемы с письмом, такие как у меня, выпускника церковно-приходской школы, тогда лучше нанять специалиста, потому что он сможет сделать ваш текст, безусловно, самый крутой и лучший, но в литературном стиле. Иначе никто вас не помет. У меня были такие проблемы, безусловно, но я никому не обращался. Я решил сохранить свой авторский стиль. Пусть он написан не на самом высоком литературном уровне, но он написан понятным и доступным для людей языком. И это самое главное. Сколько стоит дизайн, обложка, верстка и тому подобное? Все сугубо индивидуально. От нуля рублей, если у вас есть знакомые в этой фишке, либо от 10 тысяч рублей и выше, в зависимости от того, за сколько вы договоритесь. На самом деле существует очень много подводных камней перед молодыми авторами. Вас могут наебать на каждом шагу. Например, меня пытались наебать дважды. Во-первых, взять за меня повторно деньги за верстку, за дизайн обложки и за корректуру. Почему? Потому что издательству невыгодно издавать ваш материал в вашем конечном виде. Нужно взять максимум от молодого автора. А если нет бабок, тогда извините, вы нам не подходите, нарушение действующего законодательства, попытайте счастье где-нибудь еще. Второй подводный камень. Смотрите внимательно, если вы будете подписывать договор. Самое главное, чтобы лицензия была не исключительная, чтобы вы еще кому-то могли передавать свои авторские права. И смотрите на размер гонорара, потому что очень сложно его отслеживать, если нет статистики. Вы можете продать миллион книг, а вам скажут, что вы продали только тысячу книг, и вы с тысячи свою роллте и получите. То есть это тоже важный момент. Также это время. Вы будете постоянно обивать пороги различных издательств, и вам будут говорить, что ваша книга говно. Понимаете? Это тоже подводный камень. Где тогда издаваться? И действительно остается только Литрес, сам издат, где вы можете без относительной проверки издать свой материал в том варианте, в котором захотите. Мне кажется, это все подводные камни, с которыми лично я сталкивался, поэтому больше наговаривать не буду. Я не знаю. Вопрос продвижения это очень важный момент, потому что без продвижения никто не узнает о вашей книге. Советую поступить следующим образом. Перед тем, как вы захотите только засесть писать книгу, дайте анонс в своем инстаграме, вконтакте, в фейсбуке, в любой социальной сети, что вы будете писать книгу на такую-то тематику, и что бы вы хотели узнать. Ваши подписчики сами напишут вам то, что они хотели бы знать, что они будут использовать и тому подобное. Именно так я и делал, поэтому у меня хороший старт продаж, у меня уже какие-то роулки там поступают, и в принципе положительные отзывы о книге. Хотя их почему-то плохо на Литресе пишут. Вот это очень плохо. Если вы прочитали мою книгу, пожалуйста, напишите свой отзыв, что вам понравилось, а что вы бы доработали. Я никогда не прошу писать заказные отзывы, что все хорошо, все пиздато и так далее. Не надо. Напишите правду, я буду вам весьма признательным. Можно заплатить за рекламу в каких-либо социальных сетях, что вот написана книга, пожалуйста, смотрите, как все красиво и замечательно. Переходите, читайте, оставляйте отзывы. Есть еще один вариант. Вы можете привлекать своих спонсоров, как в моей книге. Вот все эти люди обязательно получат экземпляр книги и пусть они напишут отзыв, потому что каждый в моей книге присутствует на своих индивидуальных условиях. То же самое должно быть и у вас. Ваши спонсоры, ваши друзья, ваши знакомые, ваша семья это первые люди, которые могут сделать для вас сторисы, посты и минимальную бесплатно денежную рекламу, чтобы ваша книга зашла в массы. А уже потом вы будете платить деньги и искать другие пути продвижения, чтобы ваша книга превратилась из ноунейма в бестселлер. Вопрос негатива, как всегда, актуален. Мне вообще писали, что там я мудак, лох, идиот, пидор и тому подобное. Пусть пишут что угодно. Вы-то знаете, кто вы? И ваши друзья, знакомые, подписчики, которые адекватно оценивают ситуацию, тоже знают, кто вы. И это замечательно. Тролли всегда были, есть и будут. Это круто. Всегда будет два лагеря. Те, кому вы нравитесь и те, кому вы не нравитесь. Это абсолютно нормальная ситуация. На негатив можно реагировать различным способом. Полный игнор, либо отвечать, если негатив по конструктиву пишут, ваша книга не соответствует действительности по тому-то, тому-то, тому-то. Ты разбираешься, действительно ли это так? И вступаешь в диалог. Как книгу доработать? Что лучше сделать? И тому подобное. Но если вам пишут постоянно негатив, причем необоснованно, что у мудила, угрожают вашей семье, угрожают физические расправы, тогда можно обратиться либо в полицию, либо просто забанить этого человека от греха подальше. Спаси его, Господи. Пусть Святой Дух на него снизойдет, лишь бы вас не трогал. Вот и все, как нужно реагировать на негатив. Еще раз подчеркиваю, в книге я посвятил этому отдельный раздел. Почитайте, вам будет интересно. И сколько же можно заработать на книге? Вопрос очень хороший, но на самом деле не надо сразу обольщаться. Если вы молодой, никому неизвестный автор, как я, много вы на этой книге не заработаете. Если вы хотя бы несколько тысяч на ней поднимете из-за своих небольших процентов роялти, то есть вашего вознаграждения авторского, то это уже неплохо. Самое главное совершить посев в книге, а дальше как уже пойдет. Если будет очень много скачиваний, то это замечательно. На вас может выйти очень крупное издательство, предложить вам хороший контракт и хорошей роялти. Поэтому не ждите золотых гор. Не надо думать, что вы сразу станете миллионером, хотя это тоже возможно. Но лучше давать адекватную оценку. Если честно, давать советы – это дело неблагодарное. К тому же я написал всего лишь одну книгу. Имею ли я право давать советы? Ну, наверное, имею. Поэтому скажу. Ребята, девчата, если вы захотите стать писателями, самое главное – не оттягивайте. Пишите хотя бы по одной странице в день, и за год вы можете сделать хорошую книгу. Не поскупитесь. Заплатите филологу. Пусть проверит на грамматические и пунктуационные ошибки. Пусть вам сделают хорошую продающую обложку. Потому что без хорошей обложки никто вашу книгу не купит, даже если у нее будут хорошие отзывы. Она должна цеплять сразу же. Обложка цепляет, чтобы купили книгу, а внутренности цепляет, потому что там есть практическая информация. Ну и, конечно же, самое главное – пишите о том, в чем вы разбираетесь, в чем вы профессионал, и в чем у вас есть интерес. Потому что если вы ходите на работу, которая вам неинтересна, вы на ней профессионалом вряд ли станете. То же самое и книга-издание. Я мог написать о том, что я крутой балеру, но могу ли я учить балету, если я только сажусь на шпагат? Нет, конечно, не могу. Но я могу написать о благосфере. Я имею на это право. Почему? Потому что я уже практически год живу непосредственно на инстаграм-доходах, на ютуб-доходах и на своих социальных сетях. Плюс у меня есть другая факультативная деятельность, но это не тема сегодняшнего видео. Самое главное – личный положительный пример, но в том числе и отрицательный. Потому что в книге есть как положительные, так и отрицательные моменты. Не все получается сразу, но если вы смогли монетизировать какое-то свое хобби, вы имеете моральное право. Я не говорю про юридическое, я имею в виду чисто человеческое право написать об этом, поделиться с людьми и при вашем желании продавать эти умения. Огромное спасибо, что вы уделили свое время и посмотрели мое видео о книгопечатании в современной России. Я надеюсь, оно вам пригодится, в том числе и тем людям, которые писали мне в личку. Энергия огромная, пробивная, вера безопречная. Пишите свои книги, радуйте своих подписчиков, читателей, друзей, знакомых, подруг, родных. Самое главное, чтобы материал был нужным. Если он будет нужным, то вы будете востребованы. Подписывайтесь на мой канал на ютубе Захаркин Live, подписывайтесь на мой инстаграм захаркин.руслан. Ну и, конечно же, будьте счастливы, читайте книги, развивайтесь и слово development должно стать вашим вторым именем. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok